Всем привет! В этом видео я расскажу про то, что такое аудиоджангл, про то, как этот сток помогает новым авторам, про доходы топовых и начинающих авторов. Аудиоджангл это один из стоков компании Envato, где продаются треки, аудиологотипы и звуки. На других стоках можно купить шаблоны для сайтов, скрипты, видео, аудио, графику и 3D файлы. Все эти стоки связаны. Например, видеохайверы берут музыку для своих проектов у аудиоджанглеров. Для чего покупают музыку на аудиостоке? Для видеоблогов, рекламы, фильмов, игр, телепередач, слайдшоу и т.д. То есть это рынок фоновой музыки. А в музыкальном сопровождении в первую очередь ценится настроение и совместимость с видеорядом. Какие треки здесь нужны? Вы можете зайти на главную страницу и увидите самые востребованные треки в разделе Featured Music. Сюда команда Envato отбирает треки вручную. Попадание на главную страницу очень престижно, приносит огромное количество просмотров и продаж. К этому нужно стремиться. Музыка на аудиоджангл продается абсолютно любых жанров, но все-таки ее делают более фоновой. Например, вот послушайте фоновый дабстеп. Аудиоджангл. Аудиоджангл. Давайте посчитаем, сколько денег принес трек Emotional Ambient Piano своему автору. Сейчас он стоит 13 долларов со скидкой. То есть он не всегда стоил 13 долларов. Но мы посчитаем по минимуму, как если бы этот трек всегда стоил 13 долларов. Умножаем 13 на 97 число продаж. На курс доллара умножаем, пускай будет 70. И полученную сумму делим на 2, поскольку автор получает 50% от продаж, а другие 50% зарабатывает сток. Получается 44135 рублей. Смотрим, когда был загружен этот трек. 18 апреля 2020 года. А сейчас конец июня 2020. То есть сумма, которую мы получили, это заработок за 2 месяца. Трек довольно простой. А сейчас я покажу еще более простые треки. Это треки в жанре стомп. Обычно они используются в рекламе или заставках перед видео. Сделать такой трек можно за полчаса. Даже если вы не умеете делать мелодии и аккорды. Потому что это просто топанье и хлопки. Набираем стомп, клэп, слэп в поиске. Видим первый трек, это мой. У него еще нет продаж, поскольку он вышел буквально вчера. Отсортируем по бестселлерам. У трека стомп.ит 2 1380 продаж по 15 долларов. Причем трек был опубликован 28 июня 2017 года. То есть ровно 36 месяцев назад. Умножаем 1380 на 15. На курс доллара 70. Делим на 36 месяцев. И получаем, что ежемесячный доход с одного этого трека равен 40 250 рублей. Это очень вдохновляет, учитывая, что создать подобный трек может каждый буквально за полчаса. Справедливости ради, стоит отметить, что не все треки получают такое количество продаж, даже у элитных авторов. Но чем больше треков у вас в портфолио, тем выше вероятность, что некоторые из них попадут на главную страницу и будут приносить вам хороший доход. Теперь давайте заглянем в категорию Top New Authors. Здесь мы видим новых авторов, которые впервые начали продавать треки на Audio Jungle в апреле этого года и их в продаже за месяц. Например, возьмем не самый лучший, а вот третий сверху результат. Это новый автор из России Perception Music. Мы видим, что у него есть треки по 11, по 20 и по 29 долларов. Возьмем среднюю цену 20 долларов и умножим на общее количество продаж 53. Умножим на курс доллара 70 и разделим на 2, так как прошло 2 месяца с начала апреля. Получается 37100 рублей в месяц приносит это портфолио. Очень круто для новичка. Вы также можете попасть в этот список, если подготовите хотя бы 10 треков и будете их выкладывать с таким расчетом, чтобы треки выходили в начале нового месяца день за днем, поскольку сюда попадают те, кто показал больше всех продаж за первый месяц существования портфолио. Это лайфхак для тех, у кого есть старый аккаунт, а треков и продаж на нем кот наплакал. Заведите себе новое портфолио и сразу покажите хороший результат. Но для этого нужно быть уверенным в качестве своих треков, в том, что они с высокой вероятностью будут приняты ревьюерами и допущены к продажам. Чего я вам и желаю.